Девушки отдыхают Отец, мы можем сказать, что они все еще живы? Ну, скажем так, не хрустящие, а крепкие. Сынок, если не нравится, не ешь, желудок испортишь. Может, сегодня мне сделать изменения и сесть паркизе? Ты прости, дорогой, но они на заказ. У них есть владелец. А садыка? Садыка есть? Только закончилось. Так и скажу, что ни одной девушки нет. Через два часа я закину новый поднос, если ты подождешь. Отец! Почему с девушками так сложно? Прости, мы разве не о пирогах говорили? Я запутался немного. Нет. Хорошо, о чем шла речь? Девушки. Почему они такие сложные? Я не понимаю. Например, Гюрджа. Когда бы не хотел что-то сказать, спросить, все время дерзит. Я не понимаю, Денис. Ладно, Денис. Не преувеличивай, Денис. Молчи, Денис. Гюрджа, разве не твоя одноклассница? Да. У вас же хорошие были отношения. Да, пара дней назад, да. Теперь все время повешен нос, фразы всегда короткие. Может, причина не в тебе? Может, Гюрджа беспокоит что-то другое? Может, это то, что не связано с тобой? Тогда почему она плохо относится ко мне? Потому что в этой жизни из-за нашей грусти все равно будут страдать наши близкие. Например, подумай о маме. Если мама за что-то переживает или ей грустно, она сможет повернуться ко мне в тот момент и улыбнуться. Не улыбнется, но причину ты, наверное, знаешь. Ну, конечно, мы столько ли женаты. Правда, это был хороший пример. Забудь. Ну, я понял. Советую тебе дать немного времени, Гюрджа. Скоро все поймешь. Хорошо, я дам время моей Гюрдже. Моей Гюрдже? Моей Гюрдже. Сынок, что происходит? Спасибо, папа. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин